Встречайте! Новый телепроект об интерьерах и дизайнерах. Модных салонах, актуальных коллекциях и ярких событиях. Все об интерьерном пространстве и дизайне. В программе Шоу.ру с Ириной Феминой. Сегодня мы встречаемся с архитектором, дизайнером и очень интересным человеком Вячеславом Душаковым. Каждый проект Вячеслава наполнен идеей и смыслом. Все разные. У каждого свой характер, свой сюжет. Дома, загородные комплексы, частные и общественные интерьеры. Любимые материалы – металл, дерево, стекло, бетон. Потому что живые, природные. Очень люблю делать проекты общественные. Из общественных, конечно, больше всего – это рестораны. Дико люблю делать рестораны. Просто безумно люблю их делать. И получается так, что каждый ресторан – это как определенный, ну, как другой сценарий. Как будто ты пишешь сценарий какого-то там, ну, небольшой пьесы, пускай. Мы не будем говорить о романах. Романы – это когда уже пошла сеть ресторанов. А так, это пускай будут небольшие пьесы, эссе по этому поводу. Может быть, даже стишки. Небольшой уютный бар в центре города. Интрига с самого начала. С ярко освещенного проспекта мы попадаем в стильный магазинчик. Вниз ведет крутая лестница. Еще секунда – и реальность меняется. Все очень просто и по-настоящему. Дерево, кирпич, бетон, открытые металлические полки с множеством бутылок. Каждую легко взять и познакомиться с ее содержимым поближе. Зажигается свет. Все, мы в игре. Люминесцентные подсветки моделируют новую форму психоделического пространства. Как будто мы в бокале шампанского. А вокруг искрятся пузырьки и мерцают грани. Нам хотелось пошалить. Пошалить светом. Коля, у нас такое подвальное помещение. То есть, хотелось отвлечь посетителей от потолка, от низкого. К чему-то тонкому, что встречала бы их. Ну, на горизонте, да, глаз и ниже. Вот, не надо смотреть туда, пусть смотрят вот сюда. Да, смотрят, радуются, забавляются. В интерьере живут два начала – мужское и женское. В центре ярким акцентом – круглый столик. В окружении удобных кресел с изящным силуэтом. Стены – необработанный бетон. Рядом – металлические стулья и прозрачные стеклянные перегородки. Вся эта смесь материалов и форм имеет настроение и смысл. Легкая небритость природных фактор сочетается с обаятельной иронией декора, сложными цветами и мягкими подушками. Хотелось создать интерьер для мужчины. Именно это больше мужской интерьер, несмотря на желтые какие-то цвета. Но одновременно, чтобы в этом интерьере было комфортно с мужчиной и женщиной. Проведя некоторое время в баре, приходит ощущение раскрепощенности и свободы. Как если бы мы пришли в гости к лучшему другу. И впереди были бы долгие разговоры о жизни, а может и романтический вечер. Но в любом случае, в запасе – любимые напитки, подходящая закуска и все под рукой. Можно самому взять нужный бокал или прибор. Здесь нет традиционной барной стойки. Вместо нее – привычная кухонная панель, которая есть в каждом доме. Кухня, стекло, вот тоже опять-таки появилось. Мы не хотели здесь делать глухую перегородку. Просто вот сделали стекло, нанесли на них надписи. Полная открытость того, что там есть. Ничего не прячем. Все как будто бы дома. Путешествие в Альпы породило идею создания ресторана в стиле альпийского шале. Дух гор, дух именно альпинизма, скалолазания, фрирайда, горных лыж, сноуборды. Вот Альпы этим просто пронизаны. Они прямо этим дышат. И у меня ассоциации, допустим, с Альпами – это как раз активный отдых. Когда люди не просто сидят там на терраске и пьют кофе или вино, а после долгих походов, после трекингов или лыж, или скал, они приходят и наслаждаются кухней. Вот идея-то была в этом как раз. Постройка и интерьер ресторана выполнены в стиле традиционного альпийского шале. Шале – это название небольшого сельского дома с характерной архитектурой, по-домашнему уютного и надежного. Узнаваемые черты – покатая крыша, натуральные стройматериалы, деревянные балки и большие окна теплой террасы. Дома-шале, как правило, строят за городом, в живописных местах, где они, естественно, вписываются в окружающий ландшафт и становятся частью прекрасного пейзажа. Основа – это, конечно, дерево. Это настоящие бревна, дикие бревна. Они не калиброванные, рубленые. Рубленые, частично, правда, рубленые. Много спилов, конечно, здесь. Вот, это грубая штукатурка, где нет декоративной дорогой штукатурки, просто вот цементно-песчаная штукатурка и все. Простая мебель, ну, простой пол. Все просто. Главное – это дух и кухня. Дневной свет, который проникает через большие окна, встроенные в крышу, создает необычное свечение центральной части зала. Снег зимой или опавшие прямо на стекло осенние листья – часть единого образа интерьера. Осенью падают листья из березы, а их здесь много. Они прилипают к этому стеклу, и это просто божественно. Объединяющим центром интерьера стал камень. Живой огонь согревает, успокаивает, притягивает взгляд. Камин – это сердечко того духа, который мы попытались сделать. Зима. Люди слышь там, с прогулок замерзли. Пришли, у камена подрелись, выпили, насладились. Теплом, уютом, домашним причем. Камин сделали большим, тем расчетом, чтобы здесь можно было что-то еще и приготовить. А бывает такое, что здесь готовят? Ни разу не готовили. А возможность есть такая, да? Ну, я люблю готовить в камине, поэтому я подумала, что, может быть, кому-то захочется что-нибудь тут пожарить. В интерьере много декоративных элементов из металла, сделанных на заказ. Кузнецы из Новосибирска и местные умельцы выковали правдоподобные грибочки для светильников, барной стойки, удивительно тонкая работа. Каждая шляпка, чешуйка – все как настоящее. Над камином расположен большой экран, на котором нон-стопом идет спортивное видео. Горные лыжи, сноуборд подтверждают идею и напоминают об Альпах. О походах в горы Вячеслав знает не понаслышке. Он увлеченный альпинист и каждый год отправляется в путешествие. Ему удалось покорить не одну вершину. Среди его побед – Белуха, Ак-Тру, Монблан, Эльбрус. Но мир большой, говорит Вячеслав, это лишь малая его часть. Впереди еще много открытий. Очень люблю горы и очень люблю быть там. Несмотря на то, что горы – это какой-то невероятный, порой даже смертельный труд такой, но на грани часто. Хочется релакса. Именно в горах во время вот этого трудного пути хочется релакса. А именно релакса в том плане, что хочется послушать именно себя. Даже идя в компанию, ты идешь всегда сам с собой. То есть это какая-то борьба внутренняя. Тебя посещают иногда какие-то такие очень даже интересные мысли. Не по поводу интерьеров и как их делать, а просто по поводу, наверное, бытия, жития и вообще течения времени. Каждый интерьер Вячеслава обладает своим уникальным характером. Из альпийского шале до в чопорный европейский дендизм. С обоями в твидовую елочку и накрахмаленными салфетками. За окнами фантом туманного леса, а на экране всегда черно-белое кино. Текстиль напоминает гобелен с сюжетами охоты в английских лесах. Мужской интерьер в лучших традициях. Привезти сюда даму – значит продемонстрировать утонченный вкус и хорошие манеры. Следующий проект. Мы снова ближе к природе. Любимые дерева, кирпич, металл. Но на этот раз высокие панорамные окна и двухэтажный ресторанный комплекс с несколькими залами и совершенно потрясающим видом на гору Церковка. Я люблю стекло. Много стекла люблю. Я люблю винтаж. Мне нравится какая-то старинная мебель. Потом очень люблю металл. Ну и дерево. Вот самый простой потолок, который у нас появился – это обычные доски с обзолом. Должна быть какая-то такая умеренная простота. Она же является, наверное, тем, чего людям не хватает. Нам повезло, что мы здесь. Ну вот как раз панорамность окон, она и дает эту возможность прекрасную. Потому что в ясный день здесь много солнца, прям много света. Ну и вид, конечно, он божественный. Хочется жить в этом, смотреть на этом. Можно сказать, что после встречи с Вячеславом Душаковым я чуть глубже поняла суть профессии архитектор. То есть человека, который создает архитектурную среду. Ищет форму, логику, систему вещей. Но по этому же принципу можно строить и свою жизнь. Самый важный и большой проект. Заниматься любимым делом. Путешествовать. Видеть красоту мира. Выбирать друзей. Поселиться в одном из самых живописных мест Алтая, наконец. Вот такие мысли меня посетили. Спасибо Вячеславу за интервью. И есть о чем подумать. Редактор субтитров А.Семкин